Повесть «Чудаки живут на Востоке» Олег Куваев Реферирование – то, чем меня заставляет заниматься второй год. Сейчас великолепно делают машины. 15 глава Высочайший эмоциональный взлет духовных сил, обусловленный глубоким чувством к любимой женщине как объекту, олицетворяющему высшую гармонию мира в том виде, как она представилась художником тех времен, дали нам множество поистине прекрасных произведений искусства – Данте и Лаура, феерический взлет пожилого Гёта в результате любви к молодой девушке, платоническая любовь Бальзака. Все было правильно. Страница 175-я книги В.Д. Авдюхина «Процесс психотворчества в художественной литературе» положительно рекомендовала состояние влюбленности как стимул литературного творчества. Ваня с облегчением закрыл книгу. Это произошло случайно. В тот самый раз, когда он старательно вживался в образ Семена Семеновича Коропотникова, Веня незаметно для себя пришел к выводу, что он просто-напросто прошляпил единственного достойного внимания человека. Двугневная гонка по следу привела Веню в норковый питомник. Приземистые сооружения, вольеры и домик конторы стояли в узком распадке, закиданном предательски замаскированными камнями. Веня шел, спотыкаясь о камне и чертыхался. Дверь в контору была открыта. Веня поднялся на крыльцо, растерянно прикидывая, как объяснить свой визит, и нос к носу столкнулся на пороге с девушкой, которая в одной руке несла лоток с мусором, в другой держала веник. «Ой!» — сказала она. «Извини!» — начал было Веня, но поперхнулся. Ее звали по-русски Соня, но у нее было второе местное имя — Каткаль, что в переводе значит «подснежная вода». Кроме того, закоренелый циник Кропотников назвал ее как-то в шутку Тамерланом, потому что, по его мнению, целые улицы, поселения и города мужских сердец должны были разбиваться в дребезги при одном ее появлении. И он был не так уж неправ. Она унаследовала от матери хрупкую стройность таежных женщин, женщин древнего охотничьего племени. Отец ее был потомком бородатых мужиков, остановившихся покурить на берегу Тихого океана. Соня, Тамерлан, Каткаль. Половины этого было достаточно, чтобы беспощадный меч Тамерлана опустился на забитую поисками экзотики Венину голову. Шестнадцатая глава. Утром Славка шел в институт, чувствуя, что за ночь его голова как-то многозначительно опустела. Но ученый советовал, что он все-таки опоздал. В темном коридоре стоял реставрированный бюст пятикантропа. Пахло пылью и сигаретами. Из-за стеклянной двери доносился голос его бывшего однокурсника Тольки Чернышева, делового парнишки. Концентрация данного вида, вопреки экстенсивности распространения отдельных его разновидностей, речь шла об озерных блохах, которых только Чернышев решил двинуть на корм карпам. Светловолосый, круглолицый, тихоня только до конца курса прошел непонятным человеком. Он все молчал и все ходил на разные кружки, когда остальные просто с ума сходили от баскетбола, потом стал председателем СНО, потом нашел идею о водяных блошках. Попав в этот биологический институт, только быстро оперился. Стал носить хорошие костюмы и здорово разучился. Научился рассказывать научные анекдоты в кавычках. Мой реферат почти аннотация, моя аннотация почти диссертация, моя диссертация почти монография и так далее. В лаборатории опять не убрали пыль. Пылесосом проползли лишь по ковровой дорожке. Славка стал прибирать свой стол. Выписки, списки, рефераты, папки с ярлычками, ярлычки с пометками разноцветной тушью, байдерская нумерация. Его руководители, доцента Мироненко, прозвали Байдер из-за умения хорошо, соблазнительно говорить. Пассианс – вот основа открытия. Линней и Менделеев раскладывали пассианс и получили системы. Поговорив что-нибудь такое, доцент Мироненко убегал, оживленно работая ручками. Говорят, он работает на какой-то систематике, которая даст ему докторскую диссертацию. В коридоре возник сдержанный гул голосов. Чья-то голова шалела, взглянула в дверь и так же моментально исчезла. Вошел Чернышев. Он вытирал платком испачканные мелом пальцы. Ну как доклад вежливо осведомился Славка? Ничего доклад, хороший доклад. А что? У меня идея для тебя. Вот понимаешь, если бы заставить лягушек размножаться круглогодично... Ну, заинтересованно спросил Чернышев. Так чего ну? Тогда бы карпы запросто кормились бы икрой. Чудишься, недоверчиво, сказал Чернышев. Чудю, согласился Славка. Ты Боедеру не видел? Нужил мне твой Боедера. Ты подумай насчет лягушек, крикнул вслед Славка. Чернышев вернулся, округлив глаза, постучал себя по лбу согнутым пальцем. В ответ Славка молча помогил его к себе. От удивления Чернышев приоткрыл рот и остановился. Славка вынул с кармана мятую записку. Твоя работа. Ты о чем? Почему ты шепотом сказал Чернышев? Я про записку. Бриза там, тайфуны, калиостро в тапочках. В тапочках можешь идти. Слушай, сказал Чернышев. Я вроде понял. И что же тебя осенило? Ты вчера в библиотеку отписан был. Все правильно. Прихожу я утром к директору. Ну надо было... Секретарша сидит позевывает. Говорит занят. Кто, говорю. Ну знаешь, вдруг из китов кто. Иногда полезно подловить. А, говорит она. И машет рукой. Я раз в кабинет, а там сцена, смеха не хватит. Директор за столом красный весь. Пилит по горлу ладошкой. А отказывает. Напротив какой-то чудак. Видно, что от сибирских рут и тоже себя по горлу ладошкой. Надо что-то ему позарез. И спокойно сидит твой Байдер и крутит пальчиками. Мы же не отраслевой институт, колотит тебя по груди шеф. Был в отраслевом, отвечает тот маленький. Отвечает тот маленький. Нет, у нас таких специалистов. Ну скажите хоть вы, Мироненко. А Мироненко этот твой так улыбается и шутит тонко. Агрессия, говорит, через головы ветеринаров. Вениамин Петрович. Тут директора допекло. Он сел и говорит, так устал. Решайте сами. Это Байдер и ваш, говорит, отдел. А тот говорит, не могу решать. У меня сейчас у сотрудников только один молодой человек. Беклим Мишев. Тот сразу за карандашик. Ага, Беклим Мишев? Ну, спасибо. Знал, что поможете. Шляпу в руки и с приветом. Те ему вслед. Куда же вы? А его уже нет. Это страшный человек, Славка. Поверь опыту. Ну, страшнее ничего нет, на всякий случай, сказал Славка. Теперь он совсем перестал что-либо понимать. Гол голосов затих в коридоре. Видимо, начался следующий доклад. Славка взглянул на прикол и текст в стене о расписании. Вслед за Чернышевом шла сенсация дня. Доклад, которого в институте ждали почти полгода. Жаль, что опоздал, подумал Славка. В комнате было тихо. Темная пылесосная дорожка лежала на ковре. За стеной Миха Ступарь дурашливо напевал песню о Маруси, решившая отравиться. Смотрит на увеличение 800 и радуется, решил Славка. Семнадцатая глава. Дверь открылась. В комнату вошел незнакомый человек. «Здравствуйте», — сказал он и снял шляпу. Мудрые, чуть грустноватые глаза старого лешего болевого этого человека. Оттопыренные уши и хидных размеров нос составляли его лицо. «Здравствуйте», — сглотнув от волнения слюну, — сказал Славка. Шляпа качнулась и опустилась, закрыв голой, как коленкой выпал кулой череп мудреца. «Здравствуйте», — повторил он, — «вы Беклемишев?» «Ага», — опять почему-то сглотнув, — сказал Славка. «Вы это по инерции или по информации?» «Вы это по интуиции или по информации?» Человек хитро улыбнулся. Сумасшедшая веселинка скакнула в его глазах. Коропотников представился он, директор норкового питомника. В местах отдаленных. Славкина мысль обижала кругом событий. Цель фактов с лязгом сомкнулась. Он вежливо поклонился. Ярослав Беклемишев. Странный человек широко улыбнулся. Славка улыбнулся еще шире. «Не рекомендовали вас как лучшего специалиста по норкам», — вкратче восказал незнакомец. «Без меня меня женили», — осторожно отпарировал Славка. «Я узкий специалист по грузунам». «Давайте напрямик». «Идет». «У меня умирают маленькие коричневые зверьки», — серьезно сказал странный человек. «Каждый день я кидаю на свалку золотые рубли международной валюты. Мне нужен толковый специалист. Я не упрашивал бы вас как мальчишка, если бы вы не были последней надеждой». Ваша последняя надежда видела норок три раза в жизни. Два на экскурсиях в музее и один раз на препараторском столе. Готовая койка с видом на океан. «Океаны принимают только по распоряжению начальства», — наслежь его сказал Славка. «Какой океан?» «Тихий, черт возьми, и все-таки идите к начальству. Ваше согласие я через пять минут принесу вам командировочное удостоверение». «Вы действительно страшны человеку», — смехнулся Славка. «Теперь я вас понял. У вас не обижайтесь паранойя. Иди фикс по-научному. С такими, как вы, невозможно бороться. А может, поговорим по-хорошему? Не бойтесь поговорить по душам с параноиком». Человек сказал это тихо почти грустно. «Идет». «Они встали. За стеной муха ступали, забоченно насвистывал румбу. Тихо пощелкивала батарея отопления. Бюст пятикантера посмотрел в темноту коридора слепым взглядом. Из-за стеклянных дверей доносился голос очередного докладчика. Восемнадцать. Их встретила зеленая трава аэродрома. «Скажите, пожалуйста, здесь растет трава?» И ветер донес знакомый по мальчишеским снам соленый запах. «Это пахнет Тихий океан. Почему его не видно?» Навстречу им двинулся жердеобразный человек в длинном пяток плаще. Человек стеснительно пожал Славке руку и сказал боском. «Сгуриди». Грек с колговоркой прокомментировал Коропотников. Единственный грек на все побережье. Единственный закройщик плюшевых жакетов на сто тысяч квадратных километров. Обшарпанная победа крутила их по узким деревянным улицам. Шофер был в ковбойке и почему-то в зимней шапке. На повороте он перекатывал папиросы с одного угла рта в другой. Уникальный грек с провинциальной вежливостью задавал вопросы о дороге. Победа остановилась в деревянного одноэтажного домика. Полная женщина в ситцевом платье открыла им калитку. «Прошу», — сказал Сгуриди. Низенькая чистая комната была тщательно убрана. Беклемишеву сразу понравилась эта комната. И даже горшки с фикусами у окон. И глупейшая картина рыночного производства. Полная женщина с церемонными извинениями накрывала стол. Сгуриди принес откуда-то цветной графинчик. «За знакомство», — сказал он. Только Кропотникова не сиделось на месте. Он рассказал Славке о вольерах, холодильнике, каком-то микроскопе. Было ясно, что ему очень хочется немедленно схватить Беклемишева за руку и потащить его в питомник к норкам. Полная женщина с улыбкой наблюдала за ним. Видимо, Кропотников был в этом доме свой человек. «Молодой человек будет спать после дороги», — сказала женщина. «Ваших норах он посмотрит и завтра». «Я живу здесь седьмой год», — сказал Сгуриди. «Два года назад здесь работали геологи. Очень насмешливые молодые люди. Они все удивляются. Почему я грек? У тебя должна быть филюга с Гуриди», — говорили они. «Какой же ты грек без филюги?» «Я послушал их. Действительно, живу, можно сказать, на берегу Великого океана, а филюги нет. Я купил себе очень большую шлюкву. На ней есть мотор. Мотофилюга», — так сказали геологи. «Вы можете брать ее себе когда угодно. Здесь много рыбы, но редко бывает погода». Они пили какой-то сладкий ликер. Наверное, от него Славке и в самом деле хотелось спать. Казалось, что он сидит в этой комнате сто лет. За тысячи верст отсюда остался гор с библиотекой, курилкой, дурехой Катькой, идеями доцента Мироненко и стихами о мирах, написанными карандашом на серой гранитной колонке. «Филюга должна быть с парусом», — сказал Славка. «Не умею шить парус, — усмехнулся с Гуриди. Могу шить юбку кринолин, но не знаю, как делать парус. Кроме того, в настоящей филюге мача должна быть из дерева кипариса». «Чепуха», — сказал Семен Семенович Карапотников. «Исправный мотор и все кипарисы». Глава 19. «Было обычное утро. Оно принесло с собой туман. Туман пах йодом и рыбой, потому что на берегах Тихого океана туманы всегда пахнут так. Он и висел на иголках лиственниц и серебрил стены домов. Запах йода смешивался с запахом человеческого жилья и хвои. В это утро Веня Ступников проснулся без пятнадцати семь. Его разбудил будильник. В сущности, Вене незачем было просыпаться именно в это время. После визита директора норкового питомника в музее не забрела ни одна живая душа. Но Веня-то твердо знал, что уважаемый, уважающий себя писатель должен начинать день чашкой кофе и сигаретой. И необходимо, чтобы это было пораньше. Веня пил кофе, курил и мыслил. За окном стояла белая муть. В раскрытую форточку лезла сырость. Это был знаменитый туман Охотского побережья. Жить снова оказалось очень сложной. Из-за того, что в каком-то проклятом питомнике дохнут норки, он, Веня Ступников, не имеет ни минуты покоя. Каждый день он, как идиот, бредет в эту долину. Два дня подряд доказывал, что он историк и ни черта не понимает животноводстве. Потом еще два дня по ее просьбе толкался по всем учреждениям города в поисках помощи. Кажется, он узнал всех служащих городка. Директор питомника, тот самый злополучный чудак, исчез в неизвестном направлении. По ночам память воскрешает далекий черноземный городок. И так или иначе приходится заниматься самокритикой. А кому это приятно? Соня Каткальтамерлан. Она заставила его даже к этим норкам относиться с уважением. Хотя он с детства терпеть не мог кошек, ворон и прочую живность. И сама она похожа на норку. Движется быстро, бесшумно. И кажется, что ее тело скручено из какого-то диковинно упругого материала. Сегодня ночью он нашел идею. Питомник будет спасен. Он напишет громовую газетную статью. Статью, которую будут рвать из рук миллионы. В современном духе. Каждая фраза как бомба. Форма это основное. Читали, ждет форму. Любой может слазить в энциклопедию на букву Н. Выписать оттуда все, что относится к норке. Вставить местные факты и фамилии. И готово дело. Веня Ступников сделает иначе. Он начнет с песни Монтана о Мари, которая носила норковую шубку. Мари гуляла в норковой шубке по Парижу. И все девушки завидовали ей. А парни на улицах шли следом, как лунатики. Разве наши девушки не имеют права ходить в норковых шубках? Далее можно написать о достоинствах норковых шкурок. В грустной французской песенке Мари кончила плохо. Она состарилась и состарилась ее шубка. Мари стала никому не нужна. Каждая девушка имеет право носить столько норковых шубок, сколько ей угодно. Но для этого нужны норки. А что же творится в нашем питомнике? Далее сплошные разрывы гранат. Веня кончил пить кофе и закурил еще одну сигаретку. Материал о норках прекрасно складывался. Только надо все хорошо обдумать. Глава 20. В это обычное утро Славка Беклемишев был в питомнике с восьми утра. Он наблюдал, как кормят норок. Маленькие коричневые зверки с хрустом уничтожали рыбу. Они были веселые и явно довольны жизнью. Потом Кропотников провел Славку смотреть на больных. Это был полный контраст. Норки лежали у стенок вольер и безучастно смотрели на Беклемишева. В кормушках лежала нетронутая рыба. Один зверек был, по-видимому, мертв. Беклемишев попросил вынуть его. Зверек был невероятно худ. Сквозь шерсть просвечивала синяя истощенная кожа. Никаких внешних следов заболевания не было видно. Беклемишев чувствовал себя отвратительно. «Надо сделать вскрытие», — сказал он как можно увереннее. «Прошу», — сказал Семен Семенович. «Все готово. Я знал, что вы будете делать вскрытие». Он сказал это спокойно, но Славка заметил, как у него дрожат руки, когда он вытягивал из кармана папироса. Они прошли в домик управления питомника. Тоненькая смуглая девушка в халате ожидала их на крыльце. «Это наша уборщица», — сказал Семен Семенович. «Я зову ее Тамерланом. В скором времени она уничтожит все мужское сердце города и окрестности». Вулканический румянец упал на щеки Тамерлана. «А ну вас», — чуть слышно сказала она. Славка неприлично долго нащипывал дверную ручку. Ему мешала дохлая норка, которую он держал под мышкой. Он услышал, как кто-то сдавлено засмеялся за его спиной и услышал легкий-то поток убегающих ног. На обтянутом простыней столе лежало несколько скальпелей и пинцет, а в стеклянном шкафу горделиво распределился малый хирургический набор. У некоторых инструментов были даже братья. Видимо, реквизиция медицинского оборудования в городке имела широкие масштабы. «Не буду мешать», — сказал Семен Семенович, тихонько притворив за собой дверь. Славка закурил. Он ворошил в памяти обрывки лекций и практических занятий. Потом он попытался вспомнить статьи, читанные им в научных журналах. Он вспомнил Б. Гупера и его желудочных паразитов. Наверное, полевые мыши тоже худели, когда паразиты грызли их внутренности. «С этого и начнем», — сказал Беклемишев. Он взял в руки ланцет, и вдруг ему стало чертовски хорошо. Легкая тяжесть ланцета в руке была свидетельством, что ему, Славке Беклемишеву, надо сделать сейчас нужное и полезное дело. Может быть, первое по-настоящему полезное дело в его жизни ему должно повезти. Ему не может не повезти. Ночной таверный огонек метнулся и погас. «Друзья, наш путь еще далек в глухой полночный час», — тихо запел Славка. Мертвые оскаленные зубы зверька просили о помощи. Двадцать первая глава. Венис, потыкаясь, шел вверх по долине. Лицо и плащ были мокры от мельчайшей капелек тумана. Казалось, туман настолько плотно прижимается к земле, что его можно будет резать ножом. Вени тихонько бормотал вслух фразы с первого в жизни статьи. Пока это был только черновик. Но сладостный яд успеха уже туманил голову. Она должна была оценить. «Черт», — сказал Венис, подткнувшийся камень. Ботинок был порван. Пальцы ног остро заныли. Ощупывая ногу, Веня вспомнил о том, что узнал по дороге сюда. Чудак-директор питомника вернулся. Привез с собой какого-то юного мужа науки. Наверняка очкарик. Аспирантишка. Острая игла ревности кольнула Веню. А что, если вы это в самом деле молодой аспирант? Аспирант? Аспиранты — это такой народ, всегда ухлёстывая за девчатами с младших курсов. И всегда с успехом. Кому, как не Вениамина Ступникова, знать это? И Веня посмешно похромал в туман. Туда, где его должна ждать Соня Тамерлан Каткаль. Глава 22. Соня читала трех мушкетеров. Кропотников строго-настрого запретил ей уходить. Она должна была ждать, пока тому в соседней комнате не понадобится помощь. Но в соседней комнате было тихо. Может быть, он там заснул? Такой смешной. Высокий взрослый ищет дверную ручку, не с той стороны. И дохлый хвост торчит из-под руки. Уж если сам директор не знает, от чего умирают норки, то где знать ему? Где директор? Раздался громкий вопрос. Соня Тамерлан сдрогнула. Страшная голова смотрела на нее с соседней комнаты. Склокоченные волосы в зубах, нахально дымилась папироса. «Где этот кропотников?» Спросила голова ликующим тоном. Соня опомнилась. «Директор вышел», — обидчиво сказала она. Но ученый-чудак только рассмеялся. Он выскочил из комнаты, схватил Соню за руки. Он потащил ее в ту самую комнату. От растерянности Соня даже не вырывала руку. На столе лежала растерзанная норка. «Прошу прощения», — сказал голос за спиной. Соня тихонько потянула свою руку, но Беклемишев ничего не замечал. «Что это?» — снова закричал он и ссунул ей в нос пинцет с какой-то гадостью. Снаружи хлопнула дверь. Кто-то сбежал по крыльцу. «Слушай, Тамерлан, свистящим шепотом», — сказал Славка. «Немедленно тащи сюда этого гениального комбинатора. Я дам ему урок на всю жизнь. Быстро!» Соня послушно побежала. Двадцать третья глава. Таким образом, лекторским голосом продолжал Беклемишев, челюстные косточки этой рыбы не растворяются желудочными кислотами. Иногда они скапливаются в желудочном тракте и своими острыми краями вызывают многочисленные ранения, переходящие в язвы. «Вы должны немедленно прекратить кормление зверьков этой рыбой». Семен Семенович Кропотников молчал. Он только что посмотрел под лупы злополучные челюстные косточки. Все было ясно. Все, кроме одного. «А чем же я буду их кормить?» — убитым голосом спросил он. «Я же отказался от запаса комбикорма». И тут настала очередь Беклемишева растеряться. «Можно отрубить головы», — сказал он. Семен Семенович грустно покачал головой. «Сконструировать специальную гильотину?» «Это уже ваше дело», — сказал Беклемишев. «Будем думать вместе», — поправился он. «Уже думаю», — сказал Семен Семенович. «Я уже кое-что придумал». Кропотников смотрел на славку. Он выпрямил спину и улыбался. Два сатанинских чертика прыгнули в его глазах и исчезли. «Я уже кое-что придумал», — повторил он. «На пару недель комбикорма хватит. А нам поможет никто иной, как старый продоха с гуриди». В этот туманный день Топорков, Бедолагин и Янкин кейфовали. Ставить сети почти вслепую было бессмысленным делом. Выполнять те взятые ранее обязательства по доставке дров, а также по ремонту сарайчика, очень нужного одному доброму человеку как-то не хотелось. Вчерашние выручки за рыбу хватило на недельный запас чая, сахара и дешевейших папирос Байкал. Непривычный избыток материальных благ наводил на всякие мысли. Вот жжем мы, ребята, эти папироски, тощенькие гвоздики, одним словом. А в Америке миллионеры сигары курят. В этой сигарете гвоздиков целая пачка, а ведь курит, не умирает. Смерть свою сама знает. Может, она его через сигару брать не хочет. А через чего она тебя, интересно, выцеливает? Ехидно спросил Янкин. Я мужик тертый, ответил Бедолагин. Меня выцелить трудно. Помню, в позапрошлом году я новую жизнь начал. Совсем было в экспедицию. Устроился. Хотите, верьте, хотите, нет. Полный меховой комплект выдали. Ну и ХБ, само собой, как положено. Консервов и курьевы завались на складе. Держался я две недели. Врешь. Но полторы, сказал Бедолагин и черпнул спичкой. А я однажды жениться хотел, вздохнул Топорков. То ли с бабой не повезло, то ли сам виноват, затосковал, в общем. Понятное дело, я из-за такой тоски за фартом столько исколесил, что и паровозу не наездить до самого слома. Может, я в этом месте потому и застрял, что надоело. А может быть, надо было все-таки жениться. В этот туманный день владелец Мотофилю Гизгуриди искал среди заросших корявых лиственниц Шанхая домик, где живут три деклассированных элемента. Глава 25. Вене Ступников не был алкоголиком. В институте он выпивал только по праздникам, а на четвертом курсе вместе с ребятами заходил иногда в чипок под стипендию. Тем более он никогда не пил спирт. Сегодня он купил в магазине бутылку спирта. Он нес ее к замшелому домику музея, старательно исследуя со всех сторон мысль о том, что в одиночестве пьют лишь совершенно пропащие люди. Бутылка пустела очень медленно. После двух стопок мрачного настроения, мрачное настроение пришлось поддерживать искусственным путем. Все они такие, убеждал себя Веня, наливая третью стопку. Потом мысли приняли саркастическое направление. Подумаешь, биология, тоже мне наука. Живчик, яйцеклетка, печки, лавочки. А вы сеним, ах, весеним, айсеним, вестибюль мой вестибюль. Веня начал тихонько раскачиваться на стуле. В конце концов, я больше могу. Я все могу, когда захочу. Только не отвлекаться. Плевал я на этого К.Д. Авдюхина с его толстой книгой. И пить брошу, хотя спирт пить я уже умею. Глава 26. Где-то внизу на дороге глухо профорчала автомашина. Соня подумала, что, наверное, приехал этот самый смешной очкастый чудак из Москвы. Может быть, он профессор, и его положено каждый день привозить на машине. Неожиданно с фокуснической ловкостью Веня как-то сам словно был одушевлен и исчез за тумбочкой. И вместо него столь же неуловим в руках возникло маленькое зеркало. Между прочим, все это было зря. Вместо загадочного московского человека появился Веня Ступников. Веня вел себя странно. Сухо поздоровавшись, он по очереди заглянул во все комнаты, подергал запертую дверь кабинета директора, сел на табурет. Я принес директору статью о питомнике. Думаю, что зверьков удастся теперь спасти. Их уже спасли, хикнув, сказала Соня. А директор будет через полчаса. Сегодня в севере новый фильм несущественным тоном начал Веня. Чайки умирают в гавани. «Изысканная вещь! Пшит-пшика!» Ответил ему Венек. Глава 27. Крышка гигантского краба, служившая пепельницей, была полна окурков. Семен Семенович расхаживал по кабинету, слушал Веню. Теперь это был не то растерянный человек, который унес из музея кролиководства и российского натуралиста за 1879 год. Его шаги были сдержанные, но энергичные. И только в силу чрезвычайного волнения Веня не замечал быстрого ощупывающего взгляда своего собеседника. «Нет, — сказал Семен Семенович, — писать о случившем шло-инциденте сейчас неактуально. Вы же сами не хотите работать по мелочам. Я признаю ошибку, думаю, как ее исправить. Нам надо срочно и дешево добыть много корма. Посоветуйте. Старый Кропотников охотно слушает умные советы. Редакция сделает все возможное, чтобы помочь питомнику, — растерянно сказал Веня Ступников. «Может быть, редакция добудет Китай? Это очень поможет!» — саркастически усмехнулся Семен Семенович. «Идея, — сказал окончательно запутавшийся Веня, — в нашем районе ходит флотилия Алиут. Можно дать кратко и убедительно. Нужен кит. Они поймут, они помогут». «Нет, — жестко сказал Семен Семенович, — пресса — вот это идея». Он поднял палец и посмотрел на велик гипнотизирующим взглядом. «Нам нужна большая пресса. У нас колоссальные ресурсы. Питомник можно расширить до гигантского предприятия. Нам нужны деньги. Нужны новые зверьки. Нужны специалисты с высшим образованием. Пресса, наука и помощь. Вот что нам надо». «Черт, это в самом деле идея», — взволнованно сказал Веня. «Я все же время думаю об этом. Вы чертовски правы». Он схватил кепку и добавил. «Все-таки я думаю помочь вам с кормом». «Справедливости ради надо сказать, что загадочная краткая телеграмма «Нужен кит» была в самом деле получена флагманом флотилии Алиут. К сожалению, корабли преследовали крупное стадо кошелотов за много сотен миль от маленького городка. Радист получил устное замечание от капитана за прием бредовых заявок. Глава 28. Пятна облаков плыли с Тихого океана вглубь азиатского континента. Иногда солнце прорывалось сквозь них, и тогда громадные желтые блики падали на город, на дорогу, на склоны сопок. Три небритых мужика, поднимавшихся по распадку к конторе питомника, не замечали, что они идут по разноцветным полянам света. Они подходили к бревенчатому домику серьезно и молчаливо. «Привет, зверобой!» — воскликнул на встречу им кропотников. Он выпорхнул из-за стола и как-то в одно мгновение успел окрутиться вокруг каждого из мужиков в отдельности. «Нечтом из зверобой!» — буркнул старик Топорков. «Я однажды...» — начал было бедолагин. «Заткнись!» — тихо сказал Янкин и подозрительно посмотрел на Семена Семеновича. Тот, потирая руки, прошелся по кабинету. «Я имею вам предложить торжественным и интригующим тоном», — начал Семен Семенович. Посвященный Беклемишев краснее от необычности момента неловко поставил на стол бутылку. Опятые личности, не приглядываясь, не обмениваясь ни одним словом, сомкнули ряды. Бутылка и хитрый тон предвещали многое. В городском кинотеатре начался второй вечерний сеанс. Подстреленная полицейской пулей Чайка второй раз падала в море в далеком Бельгийском порту, а Соня от Тамерлан уже третий раз выносила панцирь-пепельницу. Потом еще раз сообщила Кропотникову, что уходит, а вообще она не обязана сидеть здесь до 12. Хлопнула дверь, Соня тихо сошла по ступенькам. На третий сеанс было еще рановато. В долине стояла тишина, а по краю сопки шла странная оторочка из-за палого воздуха. Соня подумала о том, что, может быть, это виден далекий край океана. Сердитые камни долины казались розовыми. Соня остановилась, взглянула и вдруг побежала вниз, легко угадывая дорогу между камнями. Между тем в комнате сгущалась обстановка. Семен Семенович только что изложил свой план. Его идея была проста, как все великие идеи. Он решил организовать зверобойную бригаду, свою собственную зверобойную бригаду из людей, знающих море, винтовку и удачу. Карты были раскрыты, в комнате воцарилось молчание. «Мы как-то больше по рыбе», — нерешительно сказал Топорков. «Моржа или эту нерпу, конечно, можно. Снасть нужна», — обуркнул, перебивая его Янкин. «А чего ты с этой снастью делать будешь? Морж не рыбина, обвесло не оглушишь». «И не надо обвесло с необычной живостью», — заговорил Бедолагин. «Про моржа не скажу, врать не буду, но вот эту самую белуху, ну, тоже вроде бы моржа большая очень. Мы, значит, седьми ловили, и опять из винта ей поддыхало, надо бить на ладонь сзади, и всплывает, как миленькая. Тут не зевай, гарпун, и сидит она у тебя на линии, как Хариус на леске вроде бы. Наслушался или сам видел?» — подозрительно спросил Янкин. «Зачем же наслушался?» Мендри Киной Губе это было, возле самого таймыра, 1938 году и 1939 тоже. «Мы, директор, люди серьезные», — сказал Топорков. «Мы чего не умеем, того не знаем». «Вот он про эту белуху говорит, значит, пробовал. Лет тому шесть назад я на Утином мысу плотничал. Избы ставили для охотников, охотники там чукчи все. Не говорю, что сам, но для баловства я с ними в море ходил раз десяток». Не промышлял, но приглядывался, и снасть их не учинить приходилось. «А белуха, она большая, вдохнул над своим бедолагин. Тащить ее на берег тяжело. Воротком, конечно, это делается». «Нерпу ту больше с берега хлещет», — задумчиво сказал Янкин. «Но опять же, снасть нужна». Семен Семенович встал и прошелся по комнате. «Человеку свойственно быть добрым», — сказал он. «Хороший человек не бывает жадным. Именно поэтому единственный грех, грек на побережье, отдает нам бесплатно свою мотофилюгу. Сегодня я проверил дальние углы здесь, в трех здешних скалах. Я нашел там разные вещи, которые, на мой взгляд, как раз приспособлены для морской охоты». Славку Беклемишеву давно уже подумывало вставить что-нибудь свое в этот чертовски волнующий разговор. Но кроме всплывающей с какого-то учебника фразы «По насыщенности органической жизни Охотское море напоминает уху», ничего не приходило ему в голову. Опаловый край воздуха над сопкой давно уже исчез. Темная ночная прохлада заполняла долину. Совещание в комнате заканчивалось. Топорков, Бедалгин и Янкин переминались на месте, слушая последнюю речь СС Карапутникова. «Каждый желает, чтобы его уважали. Каждый хочет быть на своем месте. Разве не так?» Никто не возражал. Бедалгин с легким вздохом покатился на чуть тронутую бутылку спирта. Янкин осторожно держал его сзади за штаны. «От нас, в общем, нет возражений», — откашливший сказал он. «Попробовать можно. Пошли мы». Они повернулись к двери. «Эй, товарищи!» — спохватившись, крикнул Семен Семенович. «Початую посуду не оставляют, не годится». «Не пьющие мы постным тоном», — ответил ему Бедалгин. «Всего доброго, дорогие друзья!» «Всего доброго, дорогие друзья!» Продолжение следует...